Мозг – это самый удивительный и загадочный орган. Он управляет всем – от пищеварения до процесса сна и обучения. А еще мозг – рекордсмен среди всех органов по количеству мифов и странных убеждений, связанных с ним. В этом видео вместе с детской онлайн-школой английского языка «Новокит» мы разберемся, какие участки мозга отвечают за нашу способность учиться. Мы выясним, какими простыми способами можно повысить эффективность работы мозга и какие факторы и привычки этому мешают. А начнем мы с разбора популярного заблуждения. Есть мнение, что человек использует только 10% своего мозга. Цифра обнадеживающая. И представьте, только чего мог бы добиться человек, используя он все 100% мозга. Но подождите, что значит использовать 10% мозга? Какую-то отдельную его часть? На самом деле убеждение про 10% мозга не имеет научного обоснования. Это лишь легенда. Появилась она еще в 19 веке из-за того, что люди неправильно поняли высказывания одного американского психолога Бориса Сидиса. Как-то раз он сказал, что человек не использует свой мозг полностью. Утвердение потянуло за собой цепочку других ошибочных высказываний. Легенда о том, что человек использует 10% мозга, долго подкреплялась тем, что ученые не до конца понимали значение фронтальных и теменных долей мозга. Долгое время считалось, что эти доли в принципе ничего не делают. Их даже называли тихими. Это сейчас известно, что у каждой доли мозга есть определенные функции. Есть несколько основных доводов в пользу того, что версия о 10% ошибочна. Во-первых, мозг – это самый энергозатратный орган нашего организма. Взрослый человек использует около 20% всей поступающей в организм энергии на обслуживание мозга. Для сравнения, грызуны используют 5% энергии, а обезьяны – 10%. Таким образом, если бы 90% головного мозга не использовалось, человек в ходе эволюции попросту избавился бы от лишнего объема. В противном случае зачем тратить энергию на содержание бесполезной и энергозатратной части организма? Ты не готов для прогресса! Если бы большая часть нейронов не использовалась, наш мозг давно бы изменился. Ваша голова была слишком тяжелой. Теперь все отлично! Прошу вас! Во-вторых, МРТ-сканирование доказывает, что даже во сне в головном мозге наблюдается активность. Если же человек бодрствует и, например, просто сидит на диване и отдыхает, мозг и здесь задействует больше десятой части себя. Что уж говорить о ситуациях, когда происходит активная мыслительная или физическая деятельность. Человеческий мозг состоит из двух полушарий. Разные отделы мозга отвечают за разные процессы в организме. Максимальные возможности мозга человечеству пока неизвестны. Однако свободных нейронов и участков мозга точно нет. Каждая играет свою роль. Например, лобные доли мозга отвечают в частности за мотивацию, планирование и целенаправленное поведение. Теменные доли связаны со специфическими функциями. Скажем, первичная соматосенсорная кора, это такая область теменной доли, участвует в процессе поиска в памяти информации о форме предметов и текстуре и весе. Теменная доля отвечает за умение осязать структуру предметов, узнавать предметы с закрытыми глазами. Ага, волосы. Моя теменная доля подсказывает мне, что это голова. Правильно? А вот височная доля мозга связана со слухом, восприятием речи и зрительной памятью. При повреждении правой височной доли у человека может возникнуть нарушение восприятия музыки. А если проблемы с левой височной долей, человек может столкнуться с расстройством памяти и сознания. Затылочная доля отвечает за зрение и важна для восприятия информации о многообразии окружающего мира. При повреждении затылочной доли может возникнуть синдром Антона Побинского. Состояние заключается в том, что человек не замечает у себя нарушение чувствительности, например, не отличает объекты внешне, но при этом не осознает этого и выдумывает описание того, что он якобы видит. Вот такая злая шутка мозга. Есть в человеческом мозге структура, отвечающая за формирование эмоций и даже чувства юмора. Речь идет о лимбической системе. Она связана в частности с памятью, формированием эмоций, чувством юмора, процессом обучения и множеством других функций. Нарушения в этой структуре имеют заметные проявления – от исчезновения чувства юмора до разного рода галлюцинаций. Мозг человека невероятно пластичен. Он меняется в течение всей жизни. Собственно, это неудивительно, ведь человек рождается с незрелым мозгом, который впоследствии развивается при взаимодействии с окружающей средой. Огромное влияние на развитие мозга оказывает процесс обучения. А все потому, что, сталкиваясь с новым опытом, мозг трансформируется. Этот процесс происходит на протяжении всей жизни. Правда, есть один нюанс. Хотя мозг сохраняет пластичность и способность к обучению на протяжении всей жизни, в зависимости от возраста человека эффективность будет разная. Чем старше человек, тем ниже функциональная пластичность мозга. Впрочем, это не отменяет способности взрослого или пожилого человека к обучению. Просто оно не будет таким продуктивным, как у 7-летнего ребенка. Это связано с ослаблением нейрогенеза, которое происходит с возрастом. Нейрогенез, если говорить просто, это процесс образования новых нервных клеток в зрелой центральной нервной системе. Что получается? Чем старше становится человек, тем хуже протекает процесс образования новых нейронов. Проще всего проследить закономерность с возрастом на примере изучения иностранных языков. Принцип прост. Чем раньше человек начинает учить иностранный язык, тем больших успехов он может добиться. Если точнее, иностранный язык нужно начать изучать до 10 лет. Неутешительный научный факт. Если вы не начали изучать язык к 10 годам, шанс овладеть им на уровне носителя стремится к нулю. Казалось бы, все просто. Если начать учить иностранный язык в самом раннем детстве, можно овладеть им на уровне носителя. Но это утверждение верно лишь наполовину. Дело в том, что для освоения языка на уровне носителя важен не только возраст начала обучения, но и методика. Одной из наиболее эффективных считается методика, основанная на теории американского лингвиста Стивена Крашена. Он еще в 70-х годах прошлого века разработал теорию, включающую в себя 5 гипотез. Согласно первой гипотезе, для усвоения нового сложность материала, с которым приходится работать, должна быть лишь немного выше уровня, который уже пройден. Если новый материал значительно сложнее, толку не будет. Вторая гипотеза противопоставляет сознательное изучение иностранного языка бессознательному. Она сводится к тому, что изучать язык осознанно, вдумываясь в правила, неэффективно. Правильнее овладевать языком бессознательно, как это делают маленькие дети, изучая первый, родной язык. Третья гипотеза говорит о том, что сознательное изучение языка может быть полезно, но только в качестве дополнения. Сознательное изучение работает как редактор, который при необходимости исправляет то, что было усвоено человеком бессознательно. Четвертая гипотеза Крашена утверждает, что процесс изучения иностранного языка будет идти хорошо, только в естественном порядке, от простого к чуть более сложному. Не нужно пытаться искусственно выстраивать план и распределять этапы изучения. Мозг сам в состоянии определить, с чего начать обучение и как двигаться дальше. И, наконец, пятая гипотеза Крашена. Она говорит о том, что существует эмоциональный фильтр, который может как мешать, так и помогать усвоению материала. Речь идет о настроении, мотивации, осознании перспектив. Иными словами, успех в обучении зависит от настроя. Запомните, чтобы материал усваивался хорошо, нужно видеть смысл в обучении, искренне хотеть овладеть языком, и тогда все получится. Вывод напрашивается сам. Если ищете для ребенка школу английского языка, не торопитесь с выбором. Сначала узнайте, по каким методикам работает та или иная школа. Хороший знак, если школа отталкивается не от бессмысленной зубрежки и заучивания правил, а вместо этого использует игровой формат, те же гипотезы Стивена Крашена, как это делают в проекте Новокит. Эффективные гипотезы, помогающие учить языки, бесспорно полезны. Но есть еще один важный момент. Факторы, мешающие мозгу усваивать информацию и негативно влияющие на нейрогенез. Кстати, до середины 20 века в научном мире к нейрогенезу относились скептически. Лишь в 1962 году появилась первая публикация о нейрогенезе в авторитетном научном журнале Sun. Это была статья профессора Джозефа Олтмана из университета Purdue в США. Профессор поставил опыт и доказал возможность появления новых нейронов. Олтман разрушил одну из структур мозга подопытной крысы, после чего ввел туда радиоактивное вещество, способное проникать в новые клетки. Вскоре исследователь обнаружил, что в мозге появились новые радиоактивные нейроны. Таким образом было доказано существование нейрогенеза в мозге взрослых млекопитающих. Что же тормозит наш мозг и можно ли его разогнать, улучшив память и способность быстрее усваивать информацию? Если кратко, можно. Но соблюдая несколько правил. Итак, когда мозг учится чему-то новому, он создает новые связи между нейронами. На создание таких связей нужно много энергии. Ведь ранее мы уже говорили, что мозг это самый энергозатратный орган. Поэтому тем, кто стремится разогнать мозг и лучше усваивать информацию, следует обращать внимание на питание. Оно должно быть сбалансированным. Иными словами, на воде и хлебе мозг далеко не уедет. Второй момент – сон. Одна из главных причин, по которой наш мозг тормозит – это нарушение сна. Ведь именно во сне мозг обрабатывает информацию, которую человек получает за день. Именно во сне новая информация переходит в долговременную память. Суть в том, что мозгу для выращивания новых синапсов нужно продолжительное время. И проще всего этим заниматься, пока человек спит. Идем дальше. Способность учиться новому и быстро усваивать информацию зависит от эмоций. Иными словами, от того радует нас процесс или нет. Принцип заключается в том, что для активной работы мозга человеку необходимо как бы обмануть свою лобную кору. Настроиться на процесс обучения таким образом, чтобы лобная кора не заостряла внимание на том, что нам именно нужно что-то выучить. В идеале рулить процессом должно прилежащее ядро, как бы говоря нам, что мы что-то делаем, потому что нам это нравится, а не потому что мы должны это делать. Факторов, мешающих мозгу эффективно работать, не так много. Но они есть, но устранить их несложно. Итак, первое, чего стоит избегать – это недосып. Почему сон важен, мы говорили чуть ранее. Второе – недостаток физических нагрузок и, как следствие, плохое кровообращение. Гиподинамия бьет по всему организму, и мозг не исключение. При этом, если физнагрузок достаточно, это благотворно влияет на гиппокамп – часть лимбической системы головного мозга, отвечающей в частности за обучение. Несколько лет назад ученые из Университета Питтсбурга выяснили, что при регулярных физических нагрузках гиппокамп и некоторые части префронтальной коры увеличиваются в размерах. Рост происходит незначительный, однако этого достаточно для заметного улучшения памяти и способности к планированию. Регулярный стресс, при котором вырабатывается гормон кортизол, также сильно бьет по мозгу. Если стресс хронический и кортизол вырабатывается постоянно, это может привести к истончению нейронной ткани гиппокампа. Иными словами, у вас просто заметно ухудшится память. И последнее, чего стоит избегать, если есть желание помочь мозгу – сахара в большом количестве. С одной стороны, глюкоза мозгу необходима. Будешь сахар? Нет, спасибо. Однако, если сахара становится слишком много, страдает дофаминовая система или система вознаграждения. Как это происходит? Человек ест много сахара и приучает мозг к частой стимуляции. В результате развивается толерантность. Чем больше сахара, тем больше его хочется. Ну а дальше в игру вступает префронтальная кора – область, участвующая в принятии решений. Так вот, употребление сахара в большом количестве не позволяет префронтальной коре работать правильно. То есть человек, злоупотребляющий сладким, менее способен принимать взвешенные решения и контролировать свое поведение. И еще один момент, касающийся сладкого. Большое количество сахара влияет на гиппокамп – центр памяти. Принцип тут прост. Чем больше сахара, тем хуже память. Будешь сахар? Нет, спасибо. Ну как раз. А все потому, что сладкое уменьшает количество новых нейронов, а значит, усложняет кодирование воспоминаний. Обязательно расскажите нам в комментариях о своих способах запоминать больше и тренировать мозг. И не забудьте подписаться на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!